В Кызылском доме-интернате для престарелых и инвалидов проживает 178 человек. Только 60 из них являются трудоспособными, а остальные – маломобильные и неработоспособные граждане. Те, кто могут работать, каждый день по два часа своего времени уделяют уходу за огородом и садом, чтобы получить осенью богатый урожай. У нас в основном картофельное поле, выращиваем картофель, свекла, морковь, помидоры, перцы, патиссоны, кабачки, тыквы, зелень еще выращиваем, лук, укроп, петрушку выращиваем. Получатели социальных услуг могут подойти поработать в огороде и в саду в удобное для каждого из них время. Кто-то просыпается в 4 утра и ему нравится работать, когда стоит утренняя прохлада, а кто-то предпочитает полить огород, очистить грядки от сорняков вечером. Есть те, которые любят днем сидеть в огороде и за приятной беседой делают работу в огороде. Когда работаешь в огороде, ты чувствуешь себя полным сил, бодрым и подвижным. В моей теплице, за которой я ухаживаю, есть перцы – желтые болгарские, острые, сладкие перцы, а также помидоры, чеснок и огурцы. Пока бабушки ухаживают за грядками, убирают сорняки и рыхлят почву, дедушки в это время занимаются прополкой картофельного поля, чтобы обеспечить доступ воздуху для повышения урожайности. Помимо картофельного поля размером в 6 соток, на приусадебном участке Дома ветеранов расположился сад, который насчитывает более 10 разных видов кустарников и деревьев. В саду у нас растут яблони, ранетки, облепихи из кустарников, красная, черная вишня, малина, уже полем растет, виктория, клубника растет у нас, выращиваем. Чтобы почва была плодородной и приносила богатый здоровый урожай, а также предотвращая вред от насекомых, почву в огороде и в саду удобряют специальными растворами. Семена мы покупаем в магазинах города Козыла из небюджетных средств, а также нам приносят добрые люди на безвозмездной основе. А также бывает, что сотрудники нам сами приносят и садим их. Удобрения мы делаем, покупаем еще, в добавках мы делаем сами, вот азотные удобрения делаем из навоза, навозных лепешек, вот калийные удобрения делаем из сорных трав, настаиваем и поливаем этими. Вот и получается удобрение. Цель трудотерапии в работе с людьми преклонного возраста – помочь справиться с депрессиями, нервными расстройствами, восстановить утраченные функции организма. Для подопечных очень важно чувствовать ценность своей работы, быть уверенными в ее полезности для окружающих.